Здравствуйте. Продолжаем практику, продолжаем настройку на день. Как обычно, давайте начнем с распознания своего состояния, как мы сейчас. Как прямо сейчас вы себя переживаете, чувствуете? Хорошо. И дальше по звуку гонга, символическим пересечем пространство этой практики. С поклоном, если вы кланитесь, и дальше уже пойдем внутри этого пространства. Можем начать обычно с осознания своей позы. И вот само даже символическое такое пересечение пространства практики действует ли на вас как-то. Хорошо. И следующим этапом давайте мы немножко разогреем тело, немножко активизируем через четыре вида прикосновений, которые я предлагаю, связывая их со стихиями. Первый огонь, давайте обхлопаем себя, проходка по всему телу, с такими похлопываниями, слегка приятно обжигающими. Когда по голове проходим, можем ноготками так себя поколоть слегка, кожу головы, потом по лицу, подушечками пальцев, вот так, чтобы это было достаточно чувствительно. И дальше по всему телу пройдем, чувствуя, в каких участках хочется посильнее похлопать, в каких нужно послабее, помягче делать это. Вот так пройдем все тело. Если есть возможность до стоп, до стучаться, сделаем это. Хорошо, потихонечку завершим и немного посидим, наблюдая, что происходит дальше. Этот процесс наблюдения тонких изменений после активности, он не менее важен, чем самоактивность. Как дышится сейчас, как тело себя чувствует, как вы в теле себя чувствуете, что меняется. Следующий вид прикосновения — это воздушный, мы как будто бы снимаем с себя что-то и так воздух немного дальше, как будто бы отправляем. Тоже завершим и посидим еще немного, чувствуя, что сейчас каждый такой вид прикосновений можно добавлять какое-то новое качество, раскрывать новое качество, ощущение именно. Значит, земля, обдавим, обомнем, обожмем все тело последовательно, тоже участок за участком, как будто бы вылепливое тело. Здесь два фактора важных для нас — это форма, граництость и плотность. Такие характеристики элемента земли. Опять посидим, чувствую, добавило ли вот это качество нам что-то в ощущениях непосредственных. Как отменяется, как сейчас дышится. Следующий вид — это вода. Соответственно, пустим потоки воды как будто по всему телу, растекаясь руками по нему, как будто бы омывая. Здесь как вода, она обтекает. Ландшафт, по которому течет, также руки могут быть мягкими, но плотно касаясь непрерывно, нигде не переживаясь фактически. Хорошо. Опять завершим. Когда четыре таких вида контакта мы осуществили, можем почувствовать, как мы сейчас. Изменилось ли что-то со временем начала практики, когда вы чувствовали, осознавали себя в самом начале и как сейчас. Соответственно, если есть изменения, и вы чувствуете, что они полезны для вас, мы можем просто брать эту маленькую практику простую, вспоминать о ней и делать это в течение дня, например. Хорошо. И затем давайте оглядимся в пространстве, и делим внимание теперь этому аспекту переживаемого опыта. Просто посмотрим вокруг таким неспешным образом. и так медленно перемещая взгляд, останавливаясь на чем-то, если хочется, замечая, как раскрывается что-то во взгляде, встреча с чем-то. У каждого объекта есть цвета, формы, размер. Мы можем переживать расстояние до него, ближе или дальше, расположение в пространстве, может быть, оно выше находится или ниже. Мы можем весь объем пространства так как-то оглядывать, приходя в контакт с этим аспектом реальности, как мы и переживаем прямо сейчас. Гимнологически, так сказать. Гимнологически, так сказать. Вот так, находясь в контакте с пространством, с окружающим, с предметами, вещами, мы можем сейчас осознать еще, как вы в целом, опять же, меняет ли такой контакт более внимательный, контакт с пространством, меняет ли что-то в вас прямо сейчас. Опять, каждый элемент этой практики, этой настройки можем брать с собой, если вы чувствуете его каким-то имеющим смысл для вас. То есть, если он делает что-то с вами более полезное, хорошее, то имеет смысл запоминать и как-то внедряет в свою повседневную жизнь. Хорошо, давайте доберемся взглядом до своей чашки. Какое-то время побудем просто с ней, стоящей где-то рядом с вами. Мы делим ей чуть дольше внимания. Сначала как отдельный, как к такому объекту, отдельно взятому. Замечая, как этот объект раскрывается перед вами в вашем восприятии, детализируется постепенно. Собственно, можем замечать сам процесс замечания, как мгновение за мгновением обнаруживать что-то, чего не видели еще секунду назад. В следующем этапе давайте поиграем немножко с перспективой. Мы это обычно делаем. Расширим ее перспективу, фокус. Увидим чашку, вписанную в пространство во взаимодействии с другими объектами. Она на чем-то стоит, рядом с ней что-то есть. У всего этого есть цвета, формы и какое-то расстояние друг до друга. То есть они составляют какую-то единую композицию, единство определенное. Можем замечать, меняет ли такое изменение перспективы. Это же ваше отношение, ваше переживание, связанное с этой чашкой. Для контраста можем несколько раз поменять перспективы. То сужая взгляд, замечая чашку как отдельную, распознавая. То расширяя взгляд, видя ее снова как часть каких-то отношений композиционных. Сам снова сужая. Опять можем замечать разницу, есть ли она при такой вот пульсации внимания. Следующим шагом можем вписать себя в эту композицию. Просто вспомнить, что мы как физическое тело тоже здесь. Мы присутствуем здесь. Мы не отстраненные наблюдатели, а соучастники этого свобытия. Если мы это делаем своим вниманием именно, то влияет ли это как-то опять же на вас, на ваше отношение, переживание, контакт и вообще какого-то своего переживания себя. Затем включим еще один канал. Потрогаем чашку, обнаруживая вот эти ощущения. Плотность, температура, фактура. Потом приподнимем, почувствуем вес. Еще один фактор. Какой-то момент. Давайте поднесем к носу. Немножко подышим. Подышим с ароматом. Явный он или едва заметный, или может быть вообще не улавливается никакого аромата. Неважно. Главное, что можем включить чуть больше вот этот канал. и направлять туда внимание, распознавать какие-то оттенки, перерывания в целом. В какой-то момент давайте сделаем первый глоток. Чувствую, как происходит эта встреча со вкусом. Теперь, как во рту оно раскрывается, как потом, когда вы прогладываете, если напиток теплый, то как тепло согревает горло, и дальше по пищеводу попадает в желудок. Потом почувствуем еще какое-то время после вкуса, как оно меняется. Меняются ощущения на протяжении всего вот этого расстояния от рта до желудка. Тепло ощущения. Еще какие-то, может быть. Давайте три минуты попьем вот так, не спеша. Чувствую, переживаю, аппетит, всеми каналами восприятия, то есть чувствую тактильно чашку, вдыхаю аромат в виде. и, естественно, чувствую вкус. Три минуты давайте на этом посветим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Д Allah connections... Скепенно�만 ,можем завершать эту часть постройки... Допейте, если хочется еще допить. И через какое-то время отставим чашку в сторону. И займемся другими факторами. Давайте начнем опять с ощущения позы. Если ее нужно как-то еще поправить, естественно, удобнее, устойчивее, можем это сделать. В какой-то момент можем прикрыть глаза, чуть больше пойти именно в ощущение тела. Можем начать с ощущения оставшегося после чаепития, после питья напитка во рту, вдоль всего ищевода, желудки. Возможно, есть тепло, возможно, есть какие-то еще ощущения. Можем немножко побыть с ними, как бы посмаковать сами ощущения. Дыхание здесь движется и встречается с этими ощущениями. Можем это тоже чувствовать. Прохладный воздух входит, встречается с теплом, согревается на выдохе. У вас возникает специфическое чувство такого удовлетворенности, просто от этого простого такого акта тепла, акта внимания к теплу. Поэтому сейчас, кому послевкусию, можем просто побыть с этим переживанием. Повздыхаем немножко глубже, отпуская выдох. И, может быть, с этим выдохом отпуская какие-то тонкие, возможно, едва заметное напряжение где-то в теле. И приведем внимание в таз, отпуская вес, позволяя телу усаживаться плотнее. Какие-то мышцы в области таза могут начать чуть больше смягчаться, отпускаться. Может быть, это будет сопровождаться от этим постепенным усаживанием, ощущением усаживания. И затем поднимемся вверх по корпусу, к макушке, немного потянемся за ней, утапливая подбородок в горло при этом. Чувство вырастания вверх, добавляет ли оно что-то, меняет ли что-то в дыхании, может быть, еще в каких-то ощущениях. Затем вниманием свяжем вверх-вниз, таз с чувством веса и опоры, и макушка устремлена наверх. Еще покачаемся вперед-назад три страны в сторону, чтобы корпусом найти, буквально обнаружить вот это чувство вертикальной оси. Позволим себе как-то так разместиться в этой форме, постепенно размещаться в ней, все больше отпуская вес, чувствуя вертикальную ось, уходя макушкой вверх. Все это без напряжения. Дыхание может помогать здесь отпускать лишнее напряжение. Помним еще про живот, тоже его немного отпуская. пока мы так сидим, как бы входя в эту форму, позволяя форме действовать на нас как-то. Можем замечать это действие. влияет ли форма тела поза на ваше текущее переживание. как сейчас дышится, как в целом. Давайте обратимся теперь к мотивационной части, к нашим смыслам, ценностям. Если вы делаете это, то можем положить одну руку на грудь, другую на живот, почувствовать этот контакт, немного так руками подвигать, чтобы нащупать какой-то лучший контакт. Можем вспомнить, зачем мы здесь, собственно, какова ваша здесь задача, что вы хотите воплощать здесь, какие качества реализовываете, воплощать в большей степени. Соответственно, можем посвятить практику чему-то значимому, важному. Прямо сейчас, может быть, по жизни вообще. Если вы вспоминаете об этих смыслах и ценностях, то направляет ли вас откуда-то, действует ли как-то на вас, раскрывает ли что-то. Прямо сейчас. И затем положим руки опять удобно. Еще раз вернемся к основам нашей формы. Тяжелый таз, вертикальная ось, макушку стремно вверх, бородок слегка утапливается, горло, живот мы отпускаем, и руки лежат спокойно. Вот мы так сидим и позволяем телу как-то принимать нас, удерживать эту форму, чувствуя дыхание в ней. Давайте пройдем еще по отдельным участкам тела, чуть больше. Как-то так их своим вниманием наделяя. Начнем с глаз. Мышцы вокруг глаз, пространство за глазами. Нижняя челюсть, если мы ее отпустим, позволим повиснуть, почувствуем ее вес. Может быть, вы обнаружите здесь связь с дыханием, когда челюсть все отпускается. Может быть, дыхание меняется чуть-чуть. И лицо, все лицо, кожа, мышцы. Затем затылок, шеи, плечи. Плечи могут потечь вниз. Просто завесом рук. Если руки просто лежат спокойно, плечи могут стекать вниз. И сами руки, это ощущение опоры в руках, когда они просто лежат. чувство веса. И дальше спина, и дыхание в спине. Как вот дыхание движется в спине. Раскрывается она на вдохе, и на выдохе лишние напряжения могут стекать вниз. расширяем внимание до всей грудной клетки, чувствуя ее расширение, падение каждого вдохи-выдохи. и солнечное сплетение, живут. Здесь мы тоже можем отпускать. Каждый раз, приходя в живот, вниманием чуть больше отпускать. и пахмора, мерзленности. ягодицы, ощущение плотности, соприкосновения с опорой, еще раз, шестой веса. Кровец всего тела можем отпустить. отпустить. и затем ноги от изобедров вставов к стопам. и вернемся к телу как к целому, к этой форме, к позе. втекая в нее еще больше всем или всей собой, размещаясь в ней. Дыхание тут же течет, движется, можно чувствовать его. Давайте уделим внимание именно дыханию. возьмем один дыхательный цикл, чтобы прожить его как-то как следует, как-то очень близко. Пробую на вкус каждый элемент дыхания, каждый аспект вдох, переживается, выдох, пауза, дыхание может меняться, то углубляться, то делается более поверхностным, замедляться или ускоряться, неважно. Можем следовать за дыханием, как оно есть, за его изменениями. проживая каждый дыхательный цикл как-то очень так близко. Давайте какое-то время так посидим вместе с дыханием, продолжая чувствовать позу, форму тела. Продолжение следует... на следующем этапе можем добавить именно так очень мягко просто добавить слушание. Вспомним, что слушание тоже здесь, оно тоже уже происходит, как будто бы раскрываясь немного к этому каналу восприятия. Вот есть форма тела, в которой мы сидим, дыхание и слушание и слушание одновременно. если вам удобно с открытыми глазами сидеть, то можем приоткрыть их немного. Позвольте немножко расслабляясь веком приоткрыться, смотреть под 45 градусов, как будто так в никуда расфокусирован. вот такое чувствование, слушание, слушание всего, что есть. она может быть основой нашей практики. В какие-то моменты вас будут забирать мысли в себя, просто обнаруживая этот процесс, что вы уже там мягкое и сразу же немедленно возвращаетесь к этому перерыванию, просто слушание, чувствование. такого бытийствования. Давайте так еще посидим какое-то время. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другое качество Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другое качество Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok для кого вы рады, так сказать, по умолчанию, когда у них что-то хорошее, вы можете им всегда сообщить «я рад» или «рад» за тебя. Точно так же, если у вас люди, которым вы можете сообщить о какой-то своем успехе, о чем-то хорошем, что происходит у вас, и они могут, способны это разделить. Это чувство совместности, разделяемости, переживания, здесь как оно переживается, собственно. Имеет ли это смысл, хорошо ли для вас это, для вашей общности, вот с кем-то. Другое качество сострадания, соответственно, как противоположное предыдущему, когда мы можем поддерживать кого-то тем или иным способом, просто своим присутствием, какими-то словами или действиями. точно так же, открываться к поддержке другого, не замыкаться со своим страданием. Сама-то чувство, само переживание связанности с другими, через вот это желание уменьшить страдания, общая. Хорошо ли он для вас. Ну и то, что все это может объединить, наверное, дружественность определенная, когда мы чувствуем какое-то событие с кем-то, и это именно такое дружественное событие. То есть можем ли мы как-то в это чуть больше себя вкладывать. Еще два качества, которые предлагаю, которых я предлагаю вспомнить, это благодарность и щедрость, которые связаны с обменом. Чем можем делиться? Можем ли мы быть благодарными за разделение кем-то с нами чего-то? Может быть, просто присутствие, если даже просто какое-нибудь, например, животное присутствует рядом с вами, но делится своим присутствием с вами. Можем быть благодарны за это разделение. Другой человек. Какая-нибудь вещь даже. И как мы можем сами разделять что-то? Имеет ли это смысл? Хорошо. И завершить, уже совсем завершить. Я предлагаю опять практикой благодарности. Надеюсь, если вы еще не квали руки на живот и грудь, может быть, сейчас имеет смысл. Но опять же, может быть, и нет. И можем поблагодарить друг друга просто за это соучастие, соприсутствие, совместность, событие, создание этого пространства на небольшое время. И тем не менее мы вместе. Спасибо вам. Можем расширить круг благодарности, вспоминая о своих близких, тех, кто разделяет с нами жизнь так или иначе, кто идет с нами по пути. Те, кто был раньше, уже ушел, но продолжает идти в нашей памяти. Все они есть. Если есть сейчас, если были, все они есть сейчас. Спасибо им всем. Распомнить своих учителей, кого вы считаете учителем, учителями. За вклад в нашу жизнь, за направление в этом жизни, за поддержку. Можем поблагодарить свой путь, который всегда ждет нас, всегда есть, куда сюда можно вернуться. себя, идущего или идущего по пути, возвращающегося на него, даже если мы отходим от него в сторону. И можем взять в сегодняшний день все, что захочется взять, оставляя здесь все, что захочется оставить, и как-то двигаться, шагать по этому пути сегодня. Давайте сейчас себя погладим по животу, по кругу, по щитовой стрелке, и потом как-то разглаживая по всему телу, как будто бы распределяя что-то и омывая одновременно. Потом тянемся, подвигаемся, раскрывая, разминаясь как-то, раскрывая тело. Оглядимся в пространстве, как оно сейчас видится и чувствуется, как и в целом, если у вас какое-то тепло внутри, чувствуется ли оно. По звуку гонга мы символически закроем это пространство, 10 минут посвятим творческому отлику. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Ну, мы там спишемся с вами, как-то там по вечерам, возможно, придется назначать дежурных какие-то дни, может быть, и утром тоже. В общем, тоже будем по ходу дела решать. В общем, это будет с этой пятницы по следующую пятницу. Потом я вернусь, и все вернется на круги своя. Да, если кто-то здесь присутствующих захочет тоже добавиться в эту нашу группу активистов, кто может поддержать. Соответственно, там что нужно? Просто Zoom. Я пришлю данные для того, чтобы это открывать. Особенно по вечерам. Там, там, бывает, приходят к нам непрошенные гости, и их нужно, соответственно, удалять оттуда. Или не пущать, лучше всего. То есть там есть опция закрыть. Ну, вы знаете, кто ходит по вечерам. Комната ожидания. Вот. Ну, а утренние встречи, может быть, записывать в облако. В общем, потом я уже буду сам выкладывать. Хорошо, давайте я сейчас прочитаю, что мы написали. Оля написала. Я не отдельная, и часть моей комнаты. Осознание этого оживляет предметы. Что это? Благодарю за практику. Алексей. Я чувствую, что практика меня меняет. Приобретаю что-то, что-то отпускаю. И потихоньку опускаюсь в глубину. Олег посылает нам намасте. Одития. Бесконечное небо неземного света. Внимает все. Принимает все. Заполняет все. Плачет и дышит. Совсем. Чувствую себя в сердце. Все больше и больше. Я послал ссылку на зайку-бот сегодня. Зайку-бот. Я написал. Черная чашка и желтый лимон. Приятно вступить в новый день в этой дружеской компании. Владимир. Как в детстве. Небо близкое и бесконечное. Обнимает землю. Не мешает старое тело прыгать через лужицы. Почти не чувствую холодного ветра в январское утром. Звучит в сердце мелодия Адажу. Болит ушедшая молодость. Продрог до костей. Городской голубь в заброшенном парке. В утреннем поезде застыли лица с тревожными снами. Как ни пытаясь остановить волну ума, получается хреново. Оставив как есть, пришла необычная живая тишина. Сердце согрелось, и мир стал необычный ярок. Будто проявился ясный свет. Осветил и осветил. Сделал единым и целым. Туман за окном почти рассеялся. Снег осел и растаял. Запахло весной. Благодарю за практику и совместность. Владимир два раза нам послал стихи. Даже три, по-моему. У меня просто не получалось. А потом получилось. Ольга. Неожиданно сквозь белое тихое утро крик чаек в ушне неба. До ним потянулись разные звуки. Новый день. Хорошо. Ну что ж, давайте сегодня завершим. Спасибо за практику, за, как многие написали, совместность. Спасибо. И до следующих встреч. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.